Уголовные дела по статьям служебная халатность и нарушение проектов строительно-монтажных работ возбуждены после обрушения моста в столице. Создана следственная группа, которая проводит допросы должностных лиц организаций, которые осуществляют содержание, техническое обследование и обслуживание путепровода на Немиге. Планируется назначение экспертиз. В Беларуси от COVID-19 привились более 50% жителей. Полный курс иммунизации прошли свыше 40%. Также в стране вакцинируют подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Одну дозу препарата получили свыше 4000 мальчиков и девочек. К 30-летию ДИП отношений Беларуси и Китая выпустят почтовую марку. Проект подготовлен в сотрудничестве с МИД. Минск и Бекин успешно сотрудничают в международных организациях, оказывают взаимную поддержку по принципиальным вопросам. К слову, дипломатические отношения между странами были установлены 20 января 1992-го. В Бобруйском горисполкоме начала функционировать общественная приемная по сбору предложений по проекту изменений в Конституцию Беларуси. График работы с 17 до 19 часов. Идеи жителей готовы выслушать по адресу площадь Ленина-1, кабинет 210. Акция «Рождественские дни без абортов» проходит в учреждениях здравоохранения Могилевской области до 20 января. В этот период не будут проводиться искусственные прерывания беременности на сроки до 12 недель по желанию женщины. Инициатором выступает Бобруйский центр поддержки семьи и материнства «Покрова». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова